Папа, почему может привести вообще компьютерную безграмотность большинства людей? На самом деле в Европе даже вроде цивилизованный человек, ездит на хорошей машине, живет хорошо, а не может на самом деле свою почту даже дабл-аутентифицировать, двухфакторную аутентификацию включить. Да что даже, это вообще понять даже не может, как использовать Windows, тот же самый, который уже давно прошел его век, да? Уже как бы. Идет естественный отбор. Он не прекращался, естественный отбор, просто стал менее заметным. Исторический пример в 1861 году. Александр Второй, самодержец России, царь, указом своим отменил крепостное право. Что такое крепостное право, нам сейчас трудно представить. Ну, могу, вот. Во-первых, людей продавали, покупали. Так? Человеком можно было, крепостного крестьянина или крестьянку, можно было обменять на породистую собаку, например, да? Процветало сплошь и рядом, везде процветало, что бояре держали целые гаремы из крепостных девушек. Понятно, что, во-первых, цивилизованная Европа требовала этого, отмены крепостного права. И ситуация была опасная, что крестьяне могли поднять восстание. Указ этот был очень серьезный. Не просто дадим свободу крестьянам. Нет. Во-первых, отменили крепостное право, дали свободу крестьянам. Во-вторых, им для них выделялись земли, выделялись банковские суды. Ну, получил этот безграмотный крестьянин свободу. Что он мог с этой свободой сделать? Он не умеет ни писать. Большинство не умели ни писать, ни читать. Они не понимали, что такое право собственности, что они получили. Они не понимали конкуренцию, да? То есть люди привыкли просто обслуживать. Они вымерли. Их поколения нет. Они ушли в лес, большинство крестьян. Они начали мародерством заниматься. Они начали грабежами заниматься. Мародерство? Мародерство? Ну, форма грабежа. Сейчас, сейчас, 3-4 года не будет банков. Ну, куда пойдет этот безграмотный, простите, человек? Ну, как? Не будут банки содержать дорогостоящие офисы и там платить людям, чтобы только помогли тебе деньги перевезти, разобраться с твоими банковскими счетами. Для банков это слишком дорого. Содержать целый штат людей, платить им солидные зарплаты, чтобы управлять твоими банковскими счетами. Все время прошло. Ну, ответ такой. Вымрут. Вымрут. Поэтому нам надо своим друзьям жестко и без обиняков говорить, что давай, дорогой, собери свои манатки, чемодан и в Москву на базовый семинар. Кто был на наших базовых семинарах, они же получают полную, обоснованную информацию. Они получают реально навыки. И посмотри сегодня, как цена криптовалюты растет, да? Каждый день, каждый день, кто медлит, это цена жизни. Он ценой жизни. И каждый день, кстати, инфлируют, обесцениваются обычные валюты. Но это же видно. Это несложно объяснить. Поэтому нам надо работать жестко, конкретно. Жестко, конкретно. На практике. На практике, да. Ну, то есть, не надо в иллюзиях жить. Люди думают, ах, обойдется. Не обойдется. Просто надо сказать, умрешь. Вот хороший врач, он говорит, то он оставит диагноз, да? Хороший врач. И он говорит. А клиент, пациент, он не хочет лечиться. Это время, деньги, да? Пациент может спросить, а что будет, если я не буду лечиться или не буду покупать эти лекарства? Врач говорит искренне, умрешь. Нам тоже надо учиться у врачей. Это благородная профессия. Я точно своим друзьям говорю. Если ты не научишься управлять своими блокчейн-счетами, ну, просто все. Не имеешь права на жизнь. Поэтому цена жизни, цена жизни. Мир становится краше, более совершеннее, потому что есть естественный отбор. Да, почему-то народ, как вот перед экзаменом, до последнего надеется, что пронесет. Да. А потом спохватился, уже поздно. Ну, там несколько историй про птички. Да, вот одна история. Стоит мужик на берегу моря и видит на горизонте точка. Он смотрит, выглядывается, говорит, что это такое. Потом, значит, приближается, приближается. Ну, точка вроде, точка. А потом, нет, это птичка. Нет, вроде бы не птичка. А, еще приближается. Вроде такая вот она. А, близко. Оказывается, жопа. Летит. И вот все приближается, 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 приближается. Нет, нет жопа, говорит, птичка. Нет, жопа. Вот она уже близко, уже мужик стоит. Нет, не может быть жопа, птичка. И вот когда уже эта жопа уже села на голову до плечи уже, да, вот, ты понимаешь, голова где оказалась. Вот тогда мужик понимает, вот это полная жопа. Вот к чему ведет, когда человек все откладывает, откладывает, откладывает на потом свое решение. Ну, на самом деле, на что может надеяться человек, который уже упустит это время, да, уже биткоин будет стоить 50-60 тысяч долларов, а не 5-6 тысяч сегодня. Эфир будет стоить несколько тысяч долларов. И так и будет, да. Конечно, им тяжелее будет. Поэтому счастье в тот, кто быстро бегает, быстро думает и принимает решение.